Сколько стоит дом построить? Таким вопросом задавался, вероятно, каждый, но герой нашего материала Сергей Передельский немного переиначил его, спросив себя, из чего я хочу дом построить, и в итоге выбрал нетривиальный материал, бутылки. Все за и против. Волгоградец взвешивал почти 12 лет и, наконец, решился. Пришил попробовать именно из бутылки построить, так как периодически ездил на раскопки и находил там бутылки, которые там были. Они не теряли никаких своих свойств. Это, во-первых. Во-вторых, это хорошая гидроизоляция. Он сам по себе дом получается как коллектор, накопление тепла. Пока мастер строил, особо не считал расходный материал. Настолько был увлечен процессом. Но на вопрос журналистов о количестве использованных бутылок на вскидку все же ответить смог. Около 50 тысяч стеклянных сосудов ушло на возведение этого объекта. Помимо того, что дом почти как термос, то есть хорошо сохраняет тепло, он еще и обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными строениями. Если он планируется внутри утепляться, то просто будет утеплитель теплый, стены будут теплые. То есть он дышать будет. Вот, допустим, если кирпич, он становится мокрым, он разрушается от влаги и мороз, если ударить. Здесь такого не будет. Он сам по себе, кирпич весит 4-5 килограммов, бутылка весит 700 грамм. Это, во-первых, вес. Во-вторых, сама по себе цена, естественно. Бутылка стоит от рубля до полутора, если вот даже заказывать при покупке. А кирпич он стоит хорошего качества, очень дорого. Ярко-зеленый дом из стеклянных бутылок привлек внимание не только журналистов, но и самих жителей хутора Колпачки Калачевского района в Волгоградской области. Соседи первое время все ходили, заглядывали, что там такое интересное происходит. А потом вдохновились и стали помогать. Теперь дом из бутылок стал местной достопримечательностью. Когда только увидели, что он начал строить, было удивительно для всех, не только для нас. Думали, не получится, начал. Потом время шло и получилось. Что-то построил, сейчас уже доделывать начал. Интересно даже. Кто-то спрашивает, как проехать, где найти. Да вот, увидите дом из бутылок и мимо не проедете. Дом получился трехэтажный, большой и, как надеется хозяин, теплый. Помимо бутылок слоями укладывались бетон и арматура. Тестировал Сергей такую технику строительства сначала на небольшом, но стратегически важном объекте – туалете. Здесь в основном только бутылочные, шампанского, так как она очень толстая сама по себе, так как вес дома очень большой, сооружение самое большое, поэтому я побоялся использовать. И в принципе оказался прав, потому что там вот есть у меня построенный туалет без армопоясов, без этого, они лопаются. Потому что там усадка дается сама по себе, и она сама по себе, структура стекла, она где-то толстая, где-то тонкая. Дом из бутылок уже возведен, но теперь перед хозяином стоят не менее важные задачи – внутренняя отделка, грунтовка стен, отопление. Но одно можно сказать точно – изумрудный бутылочный фасад уже сейчас смотрится волшебно. Диана Бакулина, Андрей Матюшков, телеканал Волгоград-1.